Всем здравствуйте! Меня зовут Тимофей Макиенко. Я иногда художник, иногда чаще дизайнер, периодический режиссер, совсем редко сценарист. В общем, человек, который так или иначе, как я иногда люблю говорить, когда-то работал на телевидении. Пришел я на телевидение впервые еще совсем ребенком. Тогда в 1996 году, если кто в Петербурге помнит, по пятому каналу была передача «Три колеса Фолиант Ив». Это была такая программа про историю города. И каким-то образом туда занесло меня и занесло даже весь наш класс. Мы всем классом в школе написали письмо с ответом на викторину, и нас тогда пригласили на телевидение. Поначалу просто подумали, что-то какое-нибудь письмо там напишем. Что будет с этим, неизвестно. Ну, там неделя проходит, вторая, третья, уже как-то забыл про это, а тут как-то возвращаешься домой из школы. Открываешь почтовый ящик, а там конверт с обратным адресом Чипыгина 6. И понимаешь, ух ты. Чипыгина 6 – это петербургский телецентр. И тогда мы вроде как победили, нас пригласили на съемки. И вот этот момент, на самом деле, для себя я запомнил очень надолго, потому что он в чем-то предопределил мою практически всю будущую творческую жизнь. Мы пришли от Чипыгина, это был первый павильон. Я тогда впервые увидел настоящие телевизионные камеры, большие, огромные, советские, КТ-132. И тогда же, первый раз, наверное, я столкнулся с компьютерными спецэффектами. Столкнулся я таким образом, что нас всех снимали на синем экране, где потом нас волшебным образом вмонтировали в передачу, о чем я чуть позже расскажу. А я такой молодец, хороший, пришел в синей рубашке. За что операторы мне сказали очень большое спасибо, но в итоге снимать что-то надо было. И тогда, когда мы уже видели эту передачу в эфире, всех детей там снимали улыбающимися, как они ручками мажут в камеру. И только я один стоял с топ-кадром с обрисованным в каком-то графическом редакторе футболке. Но меня уже тогда это дико сильно заинтересовало, а как это делается, а что это делается, а почему это делается. Ну и тоже во многом большое спасибо моему папе, поскольку он тогда тоже работая в театре и на телевидении. Периодически возил меня на работу. Я сидел в монтажках, смотрел, как монтируются передачи. И, в общем-то, практически сразу же понял, чем я буду заниматься в своей жизни. Ну и с 2004 года, в 2004 году я пришел работать на петербургский телеканал 100 ТВ. Я тогда рисовал всякие флешки на компьютере. И в первый раз поработал на утреннем эфире. Ну, как бы дальше закрутилось, завертелось. С разными, там, с перерывами на какие-то другие халтурки или какие-то другие работы я посвятил свою жизнь голубому экрану. Ну и, в общем-то, только год назад оттуда ушел. Ушел? Потому что наша любовь, моя личная любовь к ретро-телевидению так и осталась где-то в районе ретро. А во всем современном телевидении я себя больше уже не видел. И уже ранее заинтересовавшись всякими старыми телевизионными железками, стал это дело что-то изучать, что-то вспоминать. Здесь у нас на выставке, чуть ближе к сцене, собрана наша аналоговая, почти что аналоговая монтажка. Об этом я тоже чуть расскажу позже, как все это происходило. Ну, а теперь непосредственно перейдем уже непосредственно к теме нашей лекции. Немножко поговорим о том, как зародилось телевидение, как это все происходило и к чему это вылилось сегодня и каким образом, собственно, непосредственно делались большая часть спецэффектов того времени. Для начала как бы принято обычно давать определение, рассказывать терминологию. Тут все очень просто. Что такое телевидение? Телевидение – это технология передачи изображения на большие расстояния. Впервые человек задумался о том, каким образом передать изображение на большие расстояния еще в XIX веке, когда, если не ошибаюсь, в 1843 году был изобретен факс. Впервые было передано по телеграфным проводам изображение. Но это была статичная картинка. Многие задумывались, а можно ли вообще передать движущиеся изображения. Забегая немножко вперед, хочется сказать, каким образом у нас делилось телевидение. Телевидение, в принципе, можно было разделить на три составляющих. Электромеханическое, электронное и цифровое. Сегодня мы живем в эпоху цифрового телевидения, когда сигнал передается в цифровом виде по антенне, либо по кабелю, но это уже набор, в общем-то, ноликов и единичек. До этого, когда мы все бежали смотреть мультики по первому каналу в 15-20 после школы, чуть попозже, чуть пораньше, телевидение было электронное. Это наши обычные телевизионные антенны, обычное классическое аналоговое цветное, чуть ранее черно-белое телевидение, которое к нам приходило в дом по воздуху с нашей телебашней в аналоговом виде. И до этого был небольшой период, когда в Советском Союзе, ну и чуть побольше во всем мире существовало электромеханическое телевидение. Способ о том, каким образом передать изображение по телеграфным или телефонным проводам, именно изображение движущееся, было придумано немецким ученым Паулем Нипковым, точнее развита идея, когда он изобрел свой так называемый диск Нипкова, а также когда появилась впервые телевизионная развертка. Что нужно сделать, чтобы передать что-то сложное? Ну, разложить его на простейшие какие-то детальки, на простейшие частички, которые мы будем потом одну за другим передавать. Так вот, что предложил и придумал Нипков. Он сделал такой диск, где находились отверстия, каждая чуть-чуть ближе-ближе к центру и немножко смещенные относительно друг друга. То есть, когда этот диск вращался, вот первое отверстие сверху, как только оно доходило до самого края строчки, вот выделения в данном случае области, то отверстие, которое находилось чуть ниже, уже начинало крутиться с другой стороны. И так все ниже, ниже, ниже. То есть, получалось такое своеобразное механическое сканирование изображения. И это изображение через эти отверстия попадало на фотоэлемент. Обычный селеновый фотоэлемент, фотоприемник. И выглядело это примерно так. Перед камерой, допустим, перед некой камерой находился человек, либо объект съемки. Свет попадал через этот самый вращающийся диск на фотоприемник. По проводам, либо по телеграфным линиям, он переходил на обычно неоновую моргающую лампу, перед которой стоял точно такой же диск, который вращался с точно такой же скоростью. Были ручки для подкручивания, для такой, скажем так, аналоговой ручной синхронизации. И таким образом на выходе через эти точки можно было получать изображение. Слева изображена телевизионная камера механическая того времени. Справа изображен первый телевизор B2 советский, механический. Это все у нас 20-е годы. Картинка выглядела примерно вот так. Что-что? Я не знаю, сколько дюймов, но там нужно было смотреть вот маленькое окошечко. И если мы знаем, что разрешение Full HD это 1080 линий, 4K это 2000 с чем-то я уже забыл еще больше, то такие телевизоры обычно показывали от 20 до 30 линий. Естественно, про синхронизацию со звуком никто не думал, но тем не менее уже удавалось получить пусть и примитивную, но движущуюся картинку, черно-белую. И да, тогда, так как для подобного фотоэлемента требовалось очень много света, а ни о какой чувствительности фотодатчика говорить нельзя было, то ведущие того времени стояли перед жаркими лампами, причем с гримом зеленого цвета, потому что эти датчики лучше всего улавливали зеленый спектр. Раз-два. Извиняюсь. И таким образом первые передачи обычно были либо концерты, либо какие-то выступления поэтов-музыкантов, либо политическая агитация, все-таки 20-е и 30-е годы. Передачи длились примерно по 20 минут в день. И, насколько я помню, расстояние от телебашни, на которое можно было передать сигнал, ограничивалось, по-моему, 100 метрами. Чуть позже скажу. И да, когда я искал информацию про механическое телевидение, вспоминал, нашел, что оказывается существуют какие-то модели, где ты можешь собрать свой собственный механический телевизор. Естественно, долго это никого не устраивало. Расстояния были сумасшедшими. И потихонечку, уже ближе к 40-м годам, произошел переход на электронное телевидение, где большое спасибо мы должны сказать нашему ученому Владимиру Зворыкину, который изобрел и усовершенствовал две вещи. Кинескоп и иконоскоп. Кинескопы существовали и до этого еще, но Зворыкин сумел адаптировать их именно под прием телевизионного сигнала. Иконоскоп это была принимающая трубка, она ставилась в телевизионные камеры. Кинескоп, соответственно, ставился в первых телевизорах. Механическая развертка в виде дисков была заменена на электронную. Когда луч внутри кинескопа таким же примерно образом при помощи отклоняющих магнитов рисовал полосочки одна за другую. Таким образом у нас получалось видеоизображение. Почему именно полосочки? Опять же, у нас задача передать простейшую составляющую сигнала. И черезстрочная развертка, а вот именно то, что здесь изображено в строке, оно позволяло передавать этот сигнал. Это была достаточно сложная физика, сейчас углубляться в нее как бы не буду, но поступающий сигнал говорил, что в первой строчке нужно было с определенной яркостью внутри трубки сделать в первой строке изображение, потом вернуть луч на следующую строчку, сделать второе изображение, следующую, следующую строчку. И так до самого низа, после чего он возвращался в исходное положение и делал уже следующий второй кадр. Я немножко тоже так, я чуть поздно пришел, поэтому буду чуть-чуть быстрее рассказывать. Телевидение пошло вперед уже 7-мильными шагами. Начиная с 40-х годов первые камеры тогда на электронных принимающих трубках все больше и более и более совершенствовались. Точно так же требовалось, камеры были достаточно малочувствительными, требовалось много света. И потихоньку, потихоньку все это свелось к тому, что людям стало как-то скучно просто смотреть однообразные новостные передачи, однообразные какие-то концерты, выступления. И все подумали, а чем мы хуже, чем кино или чем литература, театр и все остальное. Давайте-ка мы займемся творчеством. Здесь отдельное спасибо стоит сказать нашему ленинградскому телевидению, ныне пятый канал, поскольку именно здесь у нас появилось невероятное количество передач на музыкальные темы, посвященные молодежи, посвященные культуре и искусству. И с ленинградского телевидения, во многом с ленинградского телевидения, стали обращать внимание на оригинальные заставки. Стали все это дело рисовать. Если кому-то удавалось урвать компьютер типа советского Агата, то можно было нарисовать что-то со сложной графикой, но нередко все это делалось при помощи видеомикшеров, при помощи рир-проекции, тоже о чем я сейчас расскажу чуть позже. Немножко поговорим про видеозапись. Практически все телевидение до момента, то есть до появления видеозаписи, это были прямые эфиры. Либо записывалось что-то на кинопленку, синхронно записываясь со звуком. Но кинопленку, это было достаточно дорогое удовольствие. С нее можно было показывать фильмы, но каждый раз тратить ее на съемки и передач возможности такой не было. Поэтому многие передачи шли в прямом эфире. Ровно до изобретения видеозаписи, которая у нас появилась уже в 50-60-х годах, но в 70-х годах на телевидении были в основном вот такие гигантские гробообразные магнитофоны. В данном случае это кадр 3PM. Многие любители видеотехники до сих пор пытаются вернуть их динозавра в жизнь, где-то удачно, где-то не очень. Но такого понятия, как видеокассета, тогда еще не было. Писалось все на ленту магнитную, которая как в катушечных аудиомагнитофонах накручивалась на такие вот бобины. В 71-м году все поменялось, после того, как достаточно известная японская фирма Sony изобрела формат U-Matic. Это был формат, который позволял писать видео вот на такие кассеты. Это было еще до появления ВХС. То есть это был профессиональный телевизионный формат, что позволяло сэкономить операторам пленку. И впервые появилась возможность снимать репортеру, повесить магнитофон вот такой через плечо, подключить его шнуром к камере и бегать с камеры. Такие магнитофоны тоже большие использовались, но для этого нужен был целый автофургон. Тем не менее формат U-Matic был достаточно низкий по качеству. И опять же, если у нас телевидение Full HD это 1080 линий, телевизионный формат вещательный был 625 линий, формат ВХС домашнего видео был 320 линий. В этой штуке было, по-моему, от 200 до 300, где-то так. Я сейчас точную цифру, к сожалению, подзабыл. Но чуть позже фирма Sony опять же выпускает формат, который переворачивает телевидение с ног на голову. Это формат Batacam. Как раз то, на чем у нас построена наша монтажка. У нас она построена на более поздней его итерации Batacam SP. Но в 80-х годах появились вот такие вот магнитофоны, которые позволяли уже писать картинку в максимально возможном тогда качестве. Плюс эти магнитофоны позволили сделать монтаж видео. Если прежние способы нередко… Ну, пленка – это были ножницы. Ленточные магнитофоны – это, кстати, тоже нередко были ножницы. Могли резать и склеивать пленку вручную. То здесь, вставляя кассеты в магнитофон, мы могли делать уже… Непосредственно монтировать видео. А, ну, опять же, до этого снимали на 16-миллиметровые кинокамеры. Кинокамеры выглядели примерно вот так. Формат U-matic подразумевал ручную камеру, но она подключалась к внешнему магнитофону, который мог репортер носить на плече либо возить с собой в машине. Формат Batacam впервые позволил прицепить магнитофон к камере. Теперь непосредственно монтаж. Что нам нужно? Вот мы отсняли материал на магнитофон. Это вот уже непосредственно, как все происходило в 80-е и 90-е годы. Вот отсняли мы наш материал на магнитофон, вставляем кассету в плеер, смотрим его на экране. Отлично. Мы увидели картинку. Мы видели то, что сняли. Но мы хотим вырезать какие-то ненужные нам моменты или добавить, вставить какие-то нужные. Что мы для этого сделаем? Нам для этого нужен второй магнитофон, на который мы будем картинку записывать. На первом магнитофоне мы выделяем нужные фрагменты. На второй магнитофон мы их пишем. Все элементы управления были непосредственно на лицевой панели самих магнитофонов. Подключались они тоже друг к другу либо одним специальным дублирующим кабелем, либо тоже к другу. Жгутом проводов, которые вы можете точно так же увидеть у нас на нашей монтажке в зале. Можно было немножко упростить себе задачу, поставив вот такой вот монтажный контроллер. Оператор, точнее монтажер, сидел за пультом, перегонял видео на первом магнитофоне, выбирал нужные фрагменты и записывал их на второй магнитофон. Контроллер мог быть максимально простым, мог быть совмещен с компьютером. Тогда можно было записывать монтажные листы, так называемые, где по времени размечены все фрагменты на компьютер, хранить их в архиве, либо редактировать непосредственно на экране. Делалось это для удобства, если были какие-то сложные передачи, которые подразумевали сложный монтаж с нескольких источников, потому что, допустим, для монтажа новостей обычно хватало всего двух магнитофонов. Репортер снял сюжет, монтажер быстренько его смонтировал, отдал кассету, все пошло в эфир. Могла быть еще вот такая штука. А, нет, вот то, с чем мы столкнулись на выставке, и то, что нас безумно порадовало, и то, от чего я сейчас постоянно каждые пять минут запинаюсь, у нас, естественно, все пошло не по плану. Потому что аналоговая техника – это прекрасная, столь нами любимая головная боль. Что-то кабель не туда воткнул, начало все работать неправильно. Воткнул не тот кабель, не тот разъем, все что-то вроде работает, но картинка на экране дрожит. И вот для этого нередко полезно иметь два таких дополнительных прибора – осциллограф и векторскоп. На первом, на осциллографе мы можем смотреть аналоговый сигнал, мы можем смотреть его характеристики, мы можем по схеме увидеть, где чего-то много, где чего-то мало, где чего-то переполняет, а на векторскопе мы могли подгонять цвета, потому что цвета в аналоговом видео – это тоже, спасибо большое, отдельная главная боль. Потихонечку можно представить, сколько примерно железа могло валяться на столе у человека. Но что если мы хотим смонтировать с дополнительного источника? Допустим, у нас снимают… Одна камера снимала крупные планы, вторая камера снимала общие планы. Мы могли поставить два магнитофона. На секундочку, здесь изображен магнитофон Sony 75. Они весили по 30 килограмм. У нас один такой лежит на полу, к сожалению, после того, как мы его сюда привезли, у него отказала видеоголова. Его нужно ремонтировать. Так что сбоку Sony 2800, он весил поменьше, он весил 25 килограмм. Эти два по 30. Мы можем засинхронизировать эти магнитофоны и либо делать, допустим, монтаж съемки с разных камер, либо делать какие-то врезки. Что нам для этого нужно? Нам нужен видеомикшер. Видеомикшер – это устройство, которое позволяет смешивать вместе два или более видеосигнала. Мы можем сделать плавный переход. Мы можем сделать, допустим, эффект картинки в картинке, когда нужно показать, допустим, внутри одного изображения там либо окошечко с диктором, либо какие-то титры, либо какие-то дополнительные картинки. Это можно было сделать с помощью вот этого нехитрого устройства. Они были тоже абсолютно разного типа, разного вида, на разное количество входов. Допустим, вот GVC самый простой микшер на пять входов, но при этом со встроенным хромакеем, о чем мы поговорим чуть попозже, с возможностью вырезать фон. До микшера чуть побольше, такой вот соневский микшер, до подобных монструозных вещей, которые занимали целиком весь полный стол, которые могли работать с 26 и большим количеством источников, накладывать друг на друга видео в несколько слоев. И вот сбоку одна еще такая большая тумбочка, которая ставилась в стойку. Это пульт примерно начала 90-х годов. Но что самое интересное, кто хорошо видит, на стойке снизу может увидеть аббревиатуру HDVS. Формат Sony, формат Full HD, формат High Definition. Первые тестовые трансляции были в 80-х годах, но в начале 90-х годов формат HD уже вовсю был. И, собственно, в Японии формат кое-где достаточно активно применялся. По крайней мере, при записи. При воспроизведении не всегда можно было, потому что у телезрителей элементарно не было обычно телевизоров, которые формат HD понимал. Но, на секундочку, формат HD существовал уже в 80-х, в начале 90-х годов. И вот такое вот гигантское полотно. У нас на работе было вот такое полотно с Nellville, как с Cahuna. Большая красивая железка, очень тяжелая и очень горячая. Могла быть еще вот такая железка, отдельная. Она у нас есть на стенде. Причем именно вот такая. Это DME, блок цифровых спецэффектов. В каких-то микшерах они были встроенные, в каких-то микшерах, в простых, их не было. И они ставились отдельным блоком. Могли иметь какие-то дополнительные эффекты, шторки, переходы. Естественно, все это могло управляться как с джойстика, так и с контроллера, с компьютера. Но это позволяло разнообразить и как-то улучшить картинку. То есть, допустим, если мы хотели сделать… Вот сегодня мы вспоминали как раз. Была такая прекрасная передация «Утренняя почта» на Первом канале, по-моему. И там был такой спецэффект, когда картинка превращалась в конверт, красиво раскручивалась и улетала. Вот подобные блоки умели делать эту штучку. Это вот такие эффекты. У нас этот блок стоит в нашей импровизированной монтажке. И можно этот эффект повторить. Как один из вариантов. Вот таким образом эта монтажка выглядела. Собственно, это вот тот самый блок, который установлен у нас на стенде. Это цифровые эффекты, которые он мог производить. Секундочку. Ну и, естественно, куда мы без звука. Если у нас идет озвучка, если у нас идет сигнал с нескольких магнитофонов, мы должны были использовать звуковой микшер. Плюс телевизионные звуковые микшеры могли работать не просто для смешивания звука, но и как управляющий контроллер для магнитофонов. Когда у нас была фонограмма, записанная на аудиокассету или компакт-диск, по движению фейдера на микшере мог запускаться магнитофон, и во время монтажа проигрывалась музыка. Также это делалось все с контроллера. Монтажер выбирал нужный фрагмент, нажимал кнопку, все это по цепи, соединенное жгутами проводов, друг друга запускало, и у нас начиналось накладывание графики, у нас начиналось воспроизведение звука. Ну и, естественно, никто не мешал нам поставить еще и третий дополнительный источник. Опять же, то есть вот эта стопочка сбоку весила 60 килограмм. А, нет, стоп, 90 килограмм. Поэтому нередко магнитофоны ставили куда-нибудь в отдельное место, в отдельные железные стойки. И еще один немаловажный момент. Все-таки куда мы пойдем без компьютера, который нам понадобится для компьютерной графики, для титров. И поэтому выглядело это все так. Компьютер подключался точно так же к микшеру. И, допустим, в данном случае здесь изображен компьютер Sony SMC70. Он должен был быть сегодня на нашей выставке, но тоже, к сожалению, так как эта техника была сделана в конце 70-х годов, непосредственно вот этот компьютер, к сожалению, у него отказали дисководы, и запустить программу для титрования мне на нем не удалось. Поэтому привезти его не получилось. Он одновременно выдавал два сигнала. То есть сейчас мы уже поговорим. Я думаю, все прекрасно помнят такую… Все понимают технологию хроматей, все помнят старые передачи и старые наши телеспектакли, когда какой-нибудь сказочный персонаж, выходя в кадр, у него за спиной был какой-то странный, совершенно абстрактный фон. И нередко еще вокруг этого персонажа была такая цифровая грязь, потому что про Кейна было все это достаточно слабенько. Этим занимались видеомикшеры, позволяя убирать зеленый или синий фон, когда героя снимали на синим или на зеленом фоне, этот фон можно было вырезать, заменив его непосредственно любым другим изображением с другой картинки. Похожим образом работали компьютеры, которые накладывали титры, только они выдавали в микшер сигнал с картинкой и черно-белый сигнал, при помощи которого компьютер понимал, что все, что у нас черного цвета, нужно прокеять, нужно убрать, а все, что у нас белого цвета, нужно оставить. Таким образом можно было накладывать текст. Вот так могла выглядеть монтажка в 90-е годы. В данном случае это монтажка на чипыгина 6 и процесс монтажа клипа группы DDT «Любовь». Здесь у монтажера непосредственно на столе есть как и микшер, так и контроллер, так и все остальное. И сбоку в стоечку поставлены все магнитофоны. Ну и вот я местами немножко поменял слайд. А когда я говорил про титры и про хромакей технологию, вот это выглядело примерно вот так. Титры можно было наложить поверх прокеянной картинки, поверх обычной картинки, на которой еще и удалялся фон. И все это делалось в виде большой-большой цепочки, большого количества вот этой самой вычислительной техники. Так. Ну и здесь я небольшой кусочек нашел. Большое спасибо нашим коллегам из Москвы, видачественным, и непосредственно их сайт архива видачественного. Можно в любре найти. Это прекрасные совершенно ребята, которые занимаются процепровками старых непосредственно записей, восстановлением архивов. Вот примерно так в 90-е годы выглядело компьютер-играйка. Причем это наша разработка фирмы «Сурклаб». Наши отечественные привыкли. Ну, и стоит как бы сказать, что сегодня, конечно, все образы упростилось. Уже нет такого веселого геморроя с переподключением аналоговой техники, как это было у нас сегодня. И сегодняшнее утро до сегодняшнего момента у нас расстояние все было переподключение проводов. И дикий крик, почему оно все не работает. И прямо сейчас коллеги занимаются тем, что моют головы, чистят головы методомом, который тоже будет в своем видестрою. Сегодня уже материалы давно-давно отказались от, как аналоговых, как и цифровых плеточных носителей. Вся графика делается на компьютерах. Все съемки идут на всевозможных точных копителей. То есть цифровый пункт все управляет со скандином. Технология тоже не нова и не существовала уже в 90-х годах. Действительно, что тогда это, конечно, стоило все без уговедения. А сейчас порой достаточно взять в руки мобильный телефон и, вспомнив, вот он и номер вождения на трехгилограммого техники на столетику он вещается в алимпо-китайском самокончике за очень небольшой суммой. Получилось немножко сгубкано, но я надеюсь, было интересно. Если есть вопросы, задавайте, спрашивайте. Если кому интересно пообщаться на тему старого видео или почитать какую-то информацию про старую технику, когда я пишу, можете сфоткать QR-код нашего телеграм-канала. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.